Дорнада Энерджи! И, соответственно, на этой машине очень много кто катается, ее можно было поменять по трейдину, вот, и получить, и, соответственно, мне в личку ВКонтакте написал мой подписчик, и написал, мол, Нир, а это вообще нормальные результаты для танка восьмого уровня? Я такой, воу-воу-воу, а что, так можно было? И решил посмотреть реплей, посмотрел реплей и решил сделать видос, потому что я считаю, что данный реплей заслуживает того, чтобы вы его увидели. Итак, играет он на ELC-190, я ее называю Пипетка, ну, потому что она реально как пипеточка такая, просто маленькая, у нее пушечка как пипеточка, и плюс еще дополнительно ко всему она напоминает, знаете, вот этого дроида из Звездных Войнов, как там, R2-D2 или как он там назывался? Короче, маленький такой дроиди, который висит на спине у джедая. Забавно, забавная моделька данного легкого танка, и в целом он весь такой незаметный. То есть это самая незаметная ЛТ-шка среди всех легких танков вообще в принципе World of Tanks. ELC-190 обладает барабаном на 3 снаряда, очень долгая перезарядка барабана в районе 22 секунд, если мне не изменяет память, 220 урона с выстрела, бронепробитие основным бронебойным снарядом 200... Ой, это урон 220, а бронепробитие основным бронебойным снарядом 175 мм, бронепробитие голодой 215 мм. Скажу вам так, в ПВП эта ЛТ-шка ничего не может сделать, тараном она умирает от любой другой ЛТ-шки, и соответственно из-за того, что у нее очень долгий барабан, и он неэффективный, в плане того, что ты не можешь взять и перестрелять какой-нибудь другой легкий танк. Ты не можешь перестрелять какую-то цель, то есть вроде у тебя есть барабан, а вроде воспользоваться им полноценно ты не можешь, но фишка этого барабана в том, что это барабан, и ты можешь наносить по любой цели, вот, неважно какой, по 660 урона с этого барабана. Да, конечно, перестрелках ты проигрываешь, но у тебя есть возможность наносить колоссальное количество урона за короткий промежуток времени по танкам даже 10 уровня, и это круто, вот, как по моему мнению. Далее, далее, что следует сказать. Давайте теперь будем рассматривать непосредственно сам бой. У нашего героя остается 189 очков прочности, и он убил вражеского Т-92. Да, с двух барабанов, но с кем черт не шутится, нужно было попотеть для того, чтобы действительно выжить в данной ситуации. Итогово мы получаем, что у нашего героя остается маленький запас очков прочности, 1000 урона, и сейчас он выдает 2 снаряда в Т-44-ку. Кстати говоря, играет он на голдовом допайке, для чего? Объясню. Голдовый допайок нужен для того, чтобы повысить коэффициент маскировки, а также увеличить обзор. То есть, если мы берем маскировку этого танка плюс обзор, то мы получаем просто дичайшую машину наравне с Т-100 ЛТ, просто которая за счет своей незаметности, которая за счет того, что у нее хороший обзор, она может действительно пересвечивать другие танки. Тут он выдает 2 выстрела в Кэр Нарвона, поджигает его, и тот остается ваншотный, благо успел потушиться, по всей видимости, у него был ручной огнетушитель. Либо же пожаротушение прокачано, но мне почему-то кажется, что это был ручной огнетушитель. Остается у нашей команды всего лишь ТАП-9 союзников. Вот, ну, включая нашего героя, естественно. А у врагов целых один. Сейчас он будет добирать ФВ-4202, и ситуация на самом деле не самая благоприятная. Объясню почему. Итак, смотрим. Стрв-81, ваншотный, Объект-416, ваншотный, ТС-5, его окружают со всех сторон, плюс Лорайн-40Т стоит в невыгодной позиции, ПТ-шка стоит на кемпе, и два танка у нас находятся на первой-второй вертикали, что, соответственно, ну, первой-второй-третьей вертикали, что, соответственно, означает, что они не могут помогать своей команде в центре карты. Наш герой стоит сверху, он тоже ваншотный, ему нужно постараться максимально возможным образом разменять своих союзников. Забирают Карнарвону уже хорошо. Остается всего лишь один враг для того, чтобы сравнять счет. И здесь наш герой будет просто перезаряжаться, расстреливать всех и перезаряжаться. Но проблема в том, что вражеская команда, она-то пушит, и она-то забирает слабобронированные и малоколичественные ПХП танки нашей союзной команды. И получается так, что наш герой остается один вместе с СТГ против четырех вражеских танков, а именно СУ-101, еще одна СУ-101, Т-44 и ХВК. Да, добирает СУ-101 он в спину, и я, честно говоря, думал, что ХВК будет заезжать на горку. Вот, почему он должен заезжать на горку? Ну, для того, чтобы просто убить эту ELF 7-90, забрать ключевую позицию. А горка на этой карте действительно является ключевой позицией, то есть тот самый маяк, с которого можно просвечивать и простреливать абсолютно все направления. Вот, СТГшка у нас здесь стоит в квадрате J5, она контролирует, соответственно, центр карты, так, чтобы Т-44 скорее всего не уехала, или СУ-101. Подставляется СУ-130ПМ, я, правда, не понимаю, вот уже несколько танков сдохло на центре от этой маленькой елочки, и почему нельзя додуматься не подставляться под нее? И тут Борщ едет на СТГ, выдает ему один выстрел, и первый снаряд заходит в Борща, очень хорошо целится, второй снаряд заходит в Борща, и третий снаряд заходит в Борща. Кстати говоря, это ББшки, и они летят неплохо. Вот, мы сами могли заметить, что дистанция была очень большая, и ББшки все равно достаточно быстро летели, то есть скорость полета здесь нормальная. У них подкалибера, соответственно, я думаю, еще больше. СУ-101 поднимается тут на горочку. Его нужно убить. Ситуация 3 в 4. Но наш СУ-130ПМ, он, скорее всего, должен, по идее, сдохнуть от вражеского СУ-130ПМ, потому что, ну, в невыгодной позиции находится, конечно же. И тут Т-44-100 Ростелекомовский залетает на горку, и обязательно, обязательно нужно поставить его на каток. Нет, выдает выстрел, и СУ-130ПМ оформляет фраг в свою копилочку. Застраховала нашу ЕЛСЕЙВАН-90. 3200 урона нашего героя, и сейчас нужно каким-то образом убить СУ-101. Он ее выжидает. Опять же, играет он на ББшках, а СУ-101 очень тяжело пробить. Как в верхний бронелист, так в рубку, там, в нижний бронелист тоже достаточно бронированный. Особенно учитывая то, что он стоит сверху вниз. Тяжело будет пробить СУ-101, и нужно что-то вот придумать так, чтобы либо помочь СУ-130ПМ, либо же убить СУ-101. Ну, тут подсвечивается СУ-130ПМ вражеский. Он выдает в него первый выстрел, выдает, соответственно, второй выстрел. Кстати говоря, точность вполне себе вменяемая. И тут на него может поехать в любой момент СУ-101. А что же делать? Нужно перезаряжаться. Захватив базы, стоит ИС-3. СУ-130ПМ, очевидно, она будет ехать через первую-вторую вертикаль для того, чтобы... И тут СУ-101 выезжает просто прям в лицо. Он мог его убить, если бы взял автоприцел, лучше бы довернул корпус. Но маленький R2-D2 из Звездных Войн просто берет и объезжает СУ-101. Здесь очень неуклюже, крайне криво пытался объехать вражеский FV4202. Ему не удалось, и тут, скользя по серпантину, вылетает наш EL7-90 и будет пытаться сбивать захват базы. Остался он один в три. У него было 3500 урона. Вот. Итак, сейчас он едет сбивать захват базы. С какой точки лично вы бы сбивали захват базы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А мы сейчас посмотрим, что будет делать наш герой. Итак, едет он, значит, квадрат, я так понимаю, А5 куда-то, Б5. И будет стараться заезжать наверх под камень. Но мне кажется, это нереально там заехать, тем более, что закрыли эти проезды. Нет, он выезжает просто вот сбоку, с открытого пространства. Здесь он просвечивает и со третьего, который его даже не увидел. И СУ-130ПМ ожидал увидеть пипеточку-то с первой-второй вертикали. Но не тут-то было, не тут-то было. Наш герой их перехитрил, сбил захват базы с двух противников. И он уже зарядил голду. И правильно сделал, правильно. Нужно не экономить в данный момент времени, лучше попытаться затащить. 215 мм пробития вполне себе хватит. Итак, куда он дальше едет? Они до сих пор стоят в захвате базы. Перезарядка у нас 22 секунды. И нужно найти следующий куст, которого сбивать базу. Еще раз. Ребята, второй раз. С какого бы вы куста сбивали базу? Итак, он выбирает просто шедевральный куст. Я бы лично до этого не надумался. Я бы поехал какой-нибудь квадратом Д3, куда-нибудь на балкон. Но он выбирает просто какой-то всратый куст. Просто вот по центру квадрата С4-С5. По итогу выдает выстрел с альфой в СУ-130ПМ. Второй выстрел с альфой не проходит. И, ну, я бы на его месте все же забирал СУ-130ПМ, дабы облегчить себе задачу. Не пробивает он тем более с А3, который съехал с захвата базы. И тут у него ситуация прям тяжелая. ИС-3 начинает ехать на него. СУ-130ПМ засейвился в квадрате А4. И он там в кустиках, скорее всего, не будет двигаться. И наша пипеточка, ЕЛС-ЕВН-90, начинает нарезать тут круголя. ИС-3 его не светит. Какая же читерная маскировка у этого танка. Дистанция каких-то там 230-250 метров, а он не светится. Да, дец слепой. Но все равно вы понимаете, что этот танк может кататься у тебя прям перед носом на дистанции 330 метров, 340 метров, и он, и ты его не засветишь. Даже если у тебя крутой обзор, ты его тупо не засветишь. Это просто пушка. Итак, что делает наш герой? Он разводит ИС-3, который поднимается наверх, ближе к центру карты. И объезжает через первую вертикаль. Вот, подсвечивает данного ИС-3. Объезжает через первую вертикаль, постарается забрать СУ-130ПМ. Но проблема в том, что у СУ-130ПМ тоже есть хорошая маскировка. Плюс еще дополнительно к этому ко всему, он может играть с маскировочной сетью. И это будет действительно проблематично. Добрать этого СУ-130ПМ. Итак, не выезжает он с квадрата Б2, правильно. Нужно сократить дистанцию для того, чтобы расстояние от нашего ЕЛС-190 до засвета СУ-130ПМ было адекватным. И СУ-130ПМ стоит так, что он для нашего героя в конкретно данной позиции не был за кустиком. И отличнейшим образом ЕЛС-190 тут... Опа, опа, что он делает? Смотрите, что он сотворил! Вы это видите? Вы это... Я еще раз хочу показать вам этот момент. Смотрите, после того, как он убил СУ-130ПМ... Ребят, он со света съезжает вниз. ИС-3 его видит. Он едет, типа, подниматься как будто на горку. И сейчас смотрите, что происходит. Он отсветился. ИС-3 уже выезжает, чтобы его убить. И наш герой сэвится вот за этим деревом. Из-за этого его ИС-3 не видит. Он отдаляется от этого дерева на дистанцию. ИС-3, даже чтобы в чистом поле его не засветил ИС-3, поднимается наверх. ИС-3 его не светит. Господи, это шедевр! Тут пытается он отстреляться по данному ИС-3. И давайте перемотаем. Что же будет делать наш герой? И уезжает он через ту же самую точку, через которую приехал. Здесь ИС-3. Пытается его найти. Но это все тщетно. Я, правда, не знаю, зачем он так криво стреляет, расходует свои подкалиберные снаряды. Но уезжает он наверх. Пытается найти этого ELC-1-90. И наша пипеточка здесь его подлавливает. Да? Да. Подлавливает. Тут Бартина едет. ИС-3. Ну как же ты криво стреляешь, мужик? Ну, сведись ты нормально. Отлично, ВЛД, да? Сейчас дед прикинет, финиц вертухи. Он его маску, что ли, пробил? Вроде бы нет. Бронебойный снаряд заряжает пипетка. И теперь нужно что-то придумать. Проблема в том, что снарядов почти нет. И этот ИС-3 катается просто как дурачок по центру поля. Но проблема-то в том, что голдовых снарядов нет. Он их просто взял и все в молоко расстрелял. Непонятно почему. Санек 100-500 тысяч. Это такое себе. ИС-3 здесь все уже психуется. Вертухи какие-то вкидывает. И на каток выстрел с ББшечки вот этой вот православной закидывает. И остается ваншотном ИС-3. Это клево. Можешь зарядить, кстати говоря, один голдовый снаряд. И я бы на его месте все же зарядил один голдовый снаряд. Потому что бронепробитие у него все же выше. А тебе нужно дать всего лишь один выстрел этого ИС-3 для того, чтобы его убить. Обманывает он уезжает как бы на вторую-третью вертикаль. Этот ИС-3 скорее всего будет сейвиться. И нужно его искать. Остается 50 секунд до конца боя. Выезжает он в чистом поле. Но мог же от Кустика сыграть. Не попадает. Не попадает ИС-3. И что же будет? Он снова не попадает. Разводит его. И заряжается. Заряжается. Начинает крутить, каруселить этого ИС-3. Что же происходит? Он взял. Он уже мог просто от Кустика встать и дать ему бронебой. Но стареат ИС-3 промахивается. Хотя Ёлочка-пипеточка ошибается. Берет слишком большую дистанцию от корпуса. И дозаряжает свой последний снаряд. И забирает. Красавчик. А вот если бы сразу же зарядил под Калибр. То смог бы точно убить этого ИС-3. И смотрите. Он прям смотрит вам в глаза. Вот это вот маленький. Маленький дроид из Звездных Войнов. Ну, ребят. С вами был я, не Орью. Что вы думаете об этом бою? Боя, что вы думаете об данном легком танке? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я на этом с вами прощаюсь. Вот. Еще раз. С вами был я, не Орью. Не забывайте подписываться на канал. Также прожимать свои сочные жирные лайки. И до новых встреч. Всем пока-пока. До дамочек. Субтитры сделал DimaTorzok